еще один момент дело в том что там ниже будет опять я заранее и чата и сегодня я многое пропущу скажу что принципиально пожалуйста для начала когда вы увидите а потом на телевизор пропущу вот так страниц есть ситуации это надо не портить сегодня праздник даже вам но главное скажу заранее всегда когда вы покажет вам очередной раз караул дерево больное плоды больные листья больные это больно все покрыто грибами пожалуйста для начала прекратите писать вот это вот вы берете фунгициды берете то берете то смешиваете с этим вот и прыскайте давайте ничего не получится у вас я взял такой специально пусть я истрополирую пусть я утерю берем вот этих я нашел несколько видите вот это деревья убил поливами предыдущий сосед который я купил в 2015 году я вам показывал это мертвая вишня а еще у него она погибла и у меня здесь хран висел от глубинного насоса и все время вода надо не надо и вот эти вот самая уголочка были скиданы два дошел куска видите а это грибы они полностью понижали это дерево тут грибница царствует количество спор миллионы согласны и я тогда сказал что только старополяция я беру например если бы от к возможности провел эксперимент чтобы убедить всю общественность россии хотя как их убедить они не смотрят ничего я возьму тысячи вот таких 1 2 3 4 тысячи и возьму несколько деревьев ну допустим это будет полсотки и выстили сплошным слоем можно собрать в лесу валежник там это гниет по соседям много деревьев уничтожено вот а это догнивает и полностью сплошным слоем то есть то чего боятся и требует немедленно отнести и 6 где-то а я наоборот все выстилю и мои здоровые деревья через год 2 3 10 останутся такими же здоровыми придет пора когда они маленько стареть начнут все таки портится это уже от возраста тогда на них появятся грибы вот этот эксперимент я готов был бы провести если бы рядом были бы ученые я сейчас обращаюсь кире не совинить ее подруги уже начинаю забывать которые там же в этом самом госуниверситете в академии является заведующей лабораторией по грибам так я бы все мы это проделал бы чего угодно чтобы доказать никакой связи между наличием с вот этих вот допустим пульсик из них гигантском количестве хоть да возьмем себе какой-нибудь там этот самый летательный аппарат беспилотник или даже например кукурузник самолет или вертолет который сбрасывает воды только место воды все это гигантское количество гнилья миллиарды триллионов этих самых и только дерево когда когда все это ляжет а сядет толстым слоем вокруг деревьев и дерево даже вот все это будет на листьях лежать ни одна живая клетка не погибнет этого не знает вся мировая наука вы первые в этом знаете пройдет время один скажет спасибо это не более чем удобрение вот и все вот это когда-то станет истины а пока она такая истина вот возьму сейчас вот это вот отнесу деревья начинают покрываться листьями самое здоровое дерево свою середину одно другое и никогда ничего не случится до тех пор пока не появится настоящая причина а это не причина вот это я хотел сказать это третий важнейший момент сегодня вот до поджигались опять хакаси и красноярский край горят недоумение великий пожар сейчас объясню во многом виноваты мы садоводы как это выглядит два или три года назад горела хакаси об этом стало сейчас тогда больше сорока поселков горели целой улице горели живьем люди много людей сгорело даже еще принято об этом особо не опишевать вот построили дома тогда было так много что мы построили дома до сих пор проклинает эти ну знаете какие вот построить до осени все надо бы цепили и дать и вот получается что пожар случился пасху причем утром я долго не мог увязать если бы так как вот этот пожар до дул сильный ветер давно нет этих самых дождей земля сухая аж как порох сам соса не земля а трава а там было так опасно значит жгли костры не только делали и понятно пасху люди любят шашлыки жарить и прочее на той пасха а здесь случилось это утро я долго искал причину в них две первая это она почти фантастическая она имеет право даже потому что научились с космоса поджигать с помощью лазера так допустим провели опыт может наши аспорт американцы подогли посмотрели годится ли качестве глобального оружия метеорологическое оружие пожары чтобы сгорали города и села это 50 и 50 я вспоминаю 20 лет назад каждый раз я много говорю мне нужно доказать что я не просто скажу эту причину когда вы что какая-то причина 20-25-30 лет назад я всю жизнь ездил почти каждый день через поселки там всевозможные а значит потом я же все вижу сверху вот такой склон и передо мной все дома эти деревья и костры и вся в 30 километров все затянуто дыма потому что это горят что собранные листва и мало того это было настолько обыденное явление что об этом писали журналы это сейчас звучит как провокация как немереная подлость глупость переходящее преступление а тогда соберите грабли соберите траву и поджигала сожгите почему почему именно сожгите вот это слово страшное она страшная потому что причем это нашли в этой траве там оказывается нет ничего не муравьев не эти сам вот я вам сейчас хочу покажу вахните вот это надо наблюдать а тут и пишут сожгите там зловредные тишу все они сад уничтожен попробуйте только ведь собрать мало лишь опять расползутся и вместо того что это может компост лишить деревья травы это лишить их еды имеется ввиду скотч на трава и опавши листва лишить их еды они после этого начинают болеть потому что у них нет еды просто нет вот а вы можете сейчас еще можно такие советы в компост два-три года она сгниет и вернете обратно вопрос зачем вы убирать то было чтобы все эту тупую работу проделать несколько лет болит голда потом вернуть видя перед ноя странный совет но самое страшное было сжечь пока они не расползлись и вот тогда я видел я каждый раз проезжая даже не пораньше головы а так как краем глаза видел хотя бы несколько десятков костров потом началась борьба с пожарами особенно вот этот пасху так вот начали наказывать ну людей не переделаешь вы сами понимаете я откуда знаю я же дальше езжу я вижу уже не в том количестве и вы представьте себе что когда это было вбито мозги людям что обязательно собрать обязательно жесть потому что расползутся эти опять а кто расползет все до сих пор понять не могу кто расползется что там за зловредные живут-то это ужас это вот куча собранная куча сжечь вы знаете если бы за все годы бы кто-то бы смог на машине времени полетать каждый пожар изучить и сказать елки-палки тысячи домов тысячи садов может быть уже сотни людей может быть тысячи если брать за 10 20 30 лет сгорели только потому что кто-то поджег этот по совету тот советовал сожгите там же эти живут они же все уничтожат ваш этот сад а потом целая улица горит вот это я еще хотел сказать это уже четвертый палец загнул вот вам и праздник я хочу хорошего говорить и я говорю ребята когда-то с трибуны тв ведь достаточно один раз взять но чтобы это было сказано так или это и ближе у нас всероссийские диктанты до сих пор не знаю зачем их проводить вот а здесь чтобы центральную дешево говорили сегодня выступит министр сельского хозяйства нет сегодня выступит министр науки и высшего образования и сегодня выступит президент академии науки и вот он скажет про то что я сейчас сказал забудьте прожигание прошлогодние травы это не просто глупость это 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 вы десятка лечите лишая обрекая на голод еще и опять очередные от тысячи сгорят и сгорятся знаете как трудно листу потушить вот договорился я кто-то бы взял вот это бы да всем школьникам у них же есть сейчас эти самые и ноутбуки на экран на лихаясь вместо с доски смело наращаться за эти демонстрационные экраны есть наверно иногда показывает даже в сельско школах есть так